Ежегодно Украина тратит около 350 миллионов долларов на централизированные закупки лекарств, чтобы сотни тысяч пациентов получили доступ к лечению. Цены, которые сегодня получает Украина, одни из самых низких в регионе. Но еще шесть лет назад закупки лекарств были поражены коррупцией. Министерство здравоохранения проводило их через собственный тендерный комитет, а рынок был поделен между несколькими дистрибьюторами. Переплаты достигали 40%. Как удалось реанимировать эту систему? Пациентское движение Благотворительный фонд 100% жизни борется за доступ к лечению пациентам с ВИЧ-спидом, туберкулезом и гепатитом. Годами они разоблачали коррупционные схемы и протестовали против неэффективных закупок МОЗ. Коррупция угрожала нашим жизням, и мы против нее боролись. Передача закупок независимым организациям Системно изменить ситуацию удалось после революции достоинства. В 2015 году пациентское сообщество смогло пролоббировать закон, который передал все централизированные закупки лекарств на международные организации UNDP, UNICEF, Crown Agents. Для международных закупок лекарств Украина упростила регулирование, в том числе внедрила ускоренную регистрацию лекарств. Так, украинский рынок стал привлекательным для международных фармпроизводителей. Уже в первый год работы международников цены на лекарства упали на 40%. Мы увидели, что на закупках лекарств в Украине отмывались колоссальные суммы денег. Фокус на пациентах Пациенты присоединились к формированию эффективного перечня лекарств в закупках и самостоятельно приглашали фармпроизводителей на торги, чтобы увеличить конкуренцию и снижать цены. Так, за три года удалось полностью удовлетворить потребность пациентам в лечении ВИЧ-гепатита туберкулеза, обеспечить граждан вакцинами в соответствии с календарем прививок и закупать намного больше качественных лекарств по другим программам. Виктория Романюк, которая заболела на рак молочной железы в 2016 году, смогла бесплатно пройти дорогостоящий курс лечения Трастузумабом. Уже сегодня этим препаратом обеспечены все женщины, и те, кто заболел сейчас, не могут поверить, что когда-то было не так. Прозрачная система закупок Еще в 2016 году в Украине заработала электронная система закупок «Прозорро». Ее ключевой принцип – все видят все. «Прозорро» – это также прозрачные аукционы на понижение цены и инструменты аналитики на основе открытых данных. Можно посмотреть, какие лекарства кем и на какую сумму закупались, какая разница в ценах у заказчиков и поставщиков. Это усилило возможности гражданских организаций контролировать закупки. Уже в 2018 году было создано госпредприятие «Медицинские закупки Украины», призванное постепенно перенимать закупки у международных организаций и закупать лекарства не менее эффективно – через «Прозорро». Конкуренции и принципы открытого контрактирования В 2020 году медзакупки Украины начали централизировано закупать лекарства, в том числе для лечения рака, гемофилии и ВИЧ-спид. На аукционах «Прозорро» им уже удалось сэкономить более 53 миллионов долларов от ожидаемой стоимости в 146 миллионов долларов, сформированные на основе прошлогодних цен. Как медицинским закупкам Украины удается добиваться таких результатов? Они переняли регуляторные инструменты, которые действуют для международных организаций, и провели колоссальную работу с рынком, открыто формируя и объясняя свою тендерную документацию. Были опасения, что фармпроизводители не захотят светить свои цены на «Прозорро», но они приходят на торги медицинских закупок Украины и существенно снижают свои цены на аукционах. Конкуренция и прозрачность – более мощный драйвер, чем непрозрачные договоренности с одним из поставщиков. В этом году медзакупки Украины закупали «Трастузумаб». Это тот препарат, которым Виктория лечилась от рака молочной железы. И на аукционе им удалось снизить цену от 150 до 60 долларов за флакон. Готовность противостоять давлению. В этом году команда госпредприятия столкнулась с огромным давлением этой попытки ограничить независимость институций и дискредитировать ее работу, а также задержка тендеров со стороны министерства. В каждом из этих случаев Арсен Джумадилов публично говорил об атаках, ведь прозрачность – это лучший предохранитель против коррупции. Открытые данные на «Прозорро» стали настоящей защитной стеной для госпредприятия. И так им удалось заручиться самым важным союзником – пациентским сообществом. Ведь именно в интересах пациентов они проводят свои закупки.